В этой модели ленточной пилы я нашёл некоторые недостатки. В частности, слабый двигатель здесь. Немножко нагрузка и ленточная пила останавливается. Двигатель надо, конечно, заменить. Желательно заменить. Что туда дальше, наверное, я и сделаю. Также был заменён узел, вернее, два узла. Там, где проходит лента вверх, этот узел, и низ, этот узел. Заводская конструкция верхнего узла. С заводской конструкции верхнего узла в данной ленточной пилы был снят только вот этот вот подшипник. Назовём его упорный, потому что в него упирается лента, проходя через вот эти два бочонка. Лента ребром упирается. Всё, всё остальное сделано с нуля. Это верх. Вот так выглядит низ. Тоже снят этот подшипник. Здесь овальное отверстие, что позволяет двигать эту конструкцию чуть левее, чуть правее. Настраивать. Значит, подробнее немножко о том, что было сделано. Но я так посчитал, что так будет лучше. Снимать неудобно, но попробуем, чтобы было понятно. Так. Была взята полоска материала толщиной 3 мм и пропилены два паза. Отсюда и отсюда. Далее. В эти два паза входят две шпильки с подшипниками, надетыми на них подшипниками. Эти две шпильки приклёпаны на резьбе к квадратным головкам. Эти квадратные головки не дают проворачиваться при затяжке с внешней стороны. После того, как выставил, здесь лента проходит, выставил нужно, притягиваешь и всё. И оно держится монолитно. Усилия этих винтов позволяют прочно закрепить все компоненты этой конструкции. Также. Заводской вариант имеет монолит. Вот эту площадку с вот этим бруском. Я же сделал, что этот брусок двигается вправо или влево. Что делает эту конструкцию всё более универсальной, плавно регулируемой. Посчитал, что это будет правильно. Сейчас попробую показать. Вот так вот. Я надеюсь, видно. Эта площадка крепится винтами М4 к этому алюминиевому профилю. Алюминиевый профиль пришлось немножко обрезать. Но он ни на что не влиял. И не влияет. Поэтому я обрезал. Вот так это всё выглядит. Регулируется вперёд-назад. Здесь вправо-влево. Сейчас попробую показать слева эту конструкцию. Вот так она выглядит. Теперь низ. Низ выглядит вот так вот. Также сделаны два подшипника, как и наверху. Тоже два паза. Сделано. И вот. Так вот оно крепится. Тоже имеется овальное отверстие. Можно регулировать. Крепится оно вон на чёрной гайке. Посчитал, что такая конструкция будет более приемлема и более надёжна. Нежели заводской вариант. Ну, нашёл пока только эти недостатки. Может, найду что-то ещё в этой ленточной пиле, то обязательно, наверное, переделаю. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.